Здравствуйте! С 15 по 16 августа у нас в Алтайском крае на базе Алтайского краевого института повышения квалификации работников образования прошла конференция по финансовой грамотности. Название следующее. Повышение финансовой грамотности детей и молодежи, опыт и перспективы развития. Стоит отметить, что инициаторами именно этой конференции выступили Минфин Алтайского края, Министерство образования и науки Алтайского края, ну и также, конечно, АКИППРО. Зачем нужна эта конференция? А самый главный вопрос, зачем финансовая грамотность нужна нашим детям? Вот об этом мы сегодня поговорим с нашей гостьей. Итак, у нас в гостях консультант проекта, автор учебно-методических комплектов по финансовой грамотности для общеобразовательных учреждений город Москва, кандидат педагогических наук Екатерина Борисовна Лавринова. Здравствуйте, Екатерина Борисовна. Да, здравствуйте. Рада видеть вас у нас в Алтайском крае, в Барнауле. Конференция подошла к концу, но главный вопрос у меня даже будет не по ней, а в целом о цели всего мероприятия. Зачем детям финансовая грамотность? Потому что их же нужно воспитывать, говорят, несколько другом ключе, красоту им прививать. Красота – это, конечно, хорошо, но наша современная жизнь ставит перед нами совершенно другие задачи. Мы сегодня видим, что большое количество людей попадает в сложные финансовые ситуации, проблемы с коллекторами и так далее. То есть берем кредиты необдуманно, потом не можем их выплачивать, потом плачем, что на нас наезжают, в кавычках, как говорят. Это внешнее проявление, но на самом деле дети с большой радостью изучают финансовую грамотность. Они очень легко вливаются в процессы решения практических задач, потому что им нравится быть взрослыми. И нам сегодня легче научить детей правильным моделям финансового поведения с тем, чтобы они, когда вырастут, не попадали в сложные финансовые ситуации. С одной стороны. С другой стороны, дети в соответствии с российским законодательством уже имеют определенные права в сфере финансов. Ну, например, с 14 лет они могут делать самостоятельно вклады, и их тоже нужно научить, чтобы они правильно выбирали ту финансовую организацию, куда они хотят отнести свои деньги. Например, чтобы они правильно пользовались банковскими картами. И важнейший вопрос сделать так, чтобы дети научились осуществлять финансовые операции безопасно, в том числе в сети интернет. То есть мы видим огромное количество финансового мошенничества. Если взрослый человек еще может подумать, потому что у него есть вот этот негативный опыт, то дети не думают. Они легко нажимают на кнопочки, и дальше мы имеем большие проблемы. Вот здесь не совсем с вами, наверное, соглашусь я. Может быть, я буду и не прав. Значит, ну, во-первых, то, что касается вкладов 14-летних ребят, маленьких детей. Для многих родителей они еще все-таки маленькие. Ну, наверное, у нас не так много вкладов по стране, и уж тем более родители вряд ли позволят детям их относить. То есть это скорее отношение родителей к ситуации. С одной стороны, да. Но также наши учебно-технические комплекты, мы делаем задачу параллельно. У нас есть материалы для родителей. То есть просвещая детей, мы также вовлекаем в образование, в просвещение в сфере финансовой грамотности и родителей. Но на самом деле вы, может быть, немножечко отстали от жизни, скажу вам. Возможно. Да, потому что современные дети в разных абсолютно уголках. Мы проводим мониторинг не только в наших регионах-участниках, которым вы являетесь. Алтайский край, кстати, один из лидеров, что приятно отметить. Это очень приятно. Да. И также мы проводим по всей стране. И мы видим, что дети очень активно включаются в эти финансовые отношения. Например, мой сын, которому 7 лет, вот он в последнее время говорит, «Мам, я хочу открыть вклад». То есть он уже понимает, что это интересно. И он понимает, что это можно зарабатывать на этом. Вы меня извините, учитывая, кто мама у вашего сына, первое слово его должно было быть вклад в эту ситуацию. Это такой пример частный, я бы сказал. Но хорошо, согласен. Жизнь идет вперед. Очень хорошо, что родители тоже вовлекаются. Потому что обучать детей и оставлять родителей в плане обучения на том же месте, это, наверное, все-таки будет неправильно. Другой момент, о чем вы сказали. О том, что у нас сегодня множество финансовых взаимоотношений, они ушли в онлайн. Это и хорошо, и это создает многие проблемы. Вы сказали о том, что взрослые могут подумать, а вот детей надо этому обучать. Наоборот, дети лучше, чем мы разбираемся в интернет-отношениях, в онлайн-отношениях. А судя по тому, как взрослые иногда думают, о сколько, поверьте, новостей, только в Алтайском крае появляется, сколько по всей России, когда люди становятся жертвами мошенников, интернет-мошенников в сфере финансов, их не счесть. Скорее, дети нас учить должны. Такой вопрос. Вопрос в том, что взрослый человек имеет опыт, в принципе, того, что его могут обмануть. То есть он, не все, конечно, далеко люди могут просчитать это, может проконсультироваться с кем-то. То ребенок, он хорошо ориентируется в интернете, он очень быстро переходит с сайта на сайт, он быстро освоит разные там онлайн-банкинги. Но он может не знать о том, что существуют онлайн-банкинги, например, дублеры, да, он может не знать, что вот нельзя заходить на такие-то сайты и так далее, и так далее. Потому что его все-таки могут обмануть. Не все там честно и прозрачно. Конечно, он не готов. То есть для от ребенка остается. Да, он не готов к этому. Хорошо. У меня, вы знаете, какой вопрос возникает? Первый. Вообще, с какого возраста, на ваш взгляд, удобно, корректно и правильно говорить с ребенком о финансовой грамотности и вводить его в эту тему? Финансовая грамотность имеет, ну так скажем, очень широкое понимание, да, то есть вот, например, учить ребенка бережно относиться к ресурсам, в том числе домашним, да, что... Это не обязательно деньги причем. Да, конечно. Мы говорим о том, что кран закрывать, да, не покупать множество игрушек, потому что у тебя есть. Это тоже есть финансовая грамотность. И эти элементарные основы собственным ребенком можно обсуждать, ну там, не знаю, в 3, в 5, в 6 лет. Более сложные, конечно, вещи, но опять, что значит более сложные? Во втором, в третьем, в четвертом классе уже ребенок идет в магазин и совершает мелкие бытовые сделки, ну покупки. Булочку купить. Конечно, булочку купить. Посчитать сдачу, разобраться в деньгах, понять, как устроены вообще элементарные основы денежных отношений. Поэтому в рамках проекта, вот, например, учебно-технические комплекты разработаны со второго класса. Но там в очень простой, игровой чаще всего форме ребенок вовлекается именно в хозяйственные отношения. И он чувствует свою ответственность. То есть наша задача сформировать ответственного, грамотного потребителя финансовых услуг. Это все очень хорошо. У меня возникает, вы знаете, другой вопрос. В целом, инициатор этого проекта, насколько я помню, это Министерство финансов России. И все, о чем вы говорите, это наверняка ложится в их представлении и концепцию данного проекта. Но давайте мы сейчас еще вспомним о другой стороне, это Министерство образования. И, соответственно, поговорим о людях, которые будут обучать детей. Кто будет обучать? Потому что, по мнению разных специалистов, в целом финансовая грамотность у нас в стране не на самом высоком уровне. Вы с этим согласны? Да, конечно. Проводятся исследования как наши, российские, так и международные. Проводятся. И мы видим уровень финансовой грамотности, в общем-то, достаточно на среднем уровне. Хотя, кстати, школьники наши показали по результатам ПИЗа 2015 года, на самом деле, очень большой прирост. Мы это связываем, безусловно, с деятельностью проекта. Теперь, кто будет обучать? В рамках вот этого большого проекта Министерства финансов есть небольшой подпроект, который занимается именно подготовкой педагогов. Вот на базе вашего учреждения проводится подготовка педагогов. Хочу сказать и отметить очень высокий, реально высокий уровень тех преподавателей, которые обучают учителей. Ну и учителя тоже у вас очень заинтересованные, очень активные. И сегодня как раз на конференции обсуждался вот этот опыт, эти достижения. И мы, когда приезжаем из центра, мы всегда подчерпываем вот эти вот интересные идеи, ну так скажем, с полей. А потом у нас есть возможности тиражировать и впускать в практику вот эти вот идеи. То есть обратную связь вы получаете? Конечно, обратную связь. Это, в общем-то, наша задача. Приезжать, общаться, делиться нашим опытом и смотреть то, что есть вот на местах, так скажем. Я знаю, что эта конференция была межрегиональная, то есть здесь присутствовали делегации не только из Алтайского края, но и из Республики Алтай, Кимировской области, даже Новосибирская, кажется, там онлайн подключалась. В целом вопрос будет, конечно же, исходить в интересах Алтайского края. Еще раз, наши учителя алтайские, они вас порадовали только тем, что они слушают внимательно или все-таки они в том числе вот эту обратную связь вам дают? Да, конечно, они дают обратную связь. Вот первый раз я приехала сюда к вам в рамках этого проекта два года назад. У нас был большой семинар по апробации. Я проводила там, в общем-то, семинар с учителями с вашими. И мне что понравилось, что они не только активно включались в работу, потому что это был именно интерактивный семинар, то есть они там работали, они решали практические задачи. Нет, лекции – это, в общем-то, не наш метод в умеренных количествах. Но и после завершения они давали советы о том, как развивать вот ту технологию, которую мы обсуждаем и которую мы предлагаем. Поэтому мы действительно имеем очень много вот результатов, связанных именно с Алтайским краем. И теперь посмотрите, Алтайский край запланированно будет обучать, то есть показал уже высокие результаты, и будут вот преподаватели Алтайского края обучать других учителей в других регионах. То есть вы становитесь таким центром, да, вы становитесь таким центром. Но я, кстати, хотела бы отметить, за счет чего это было возможно. В одно предложение буквально. Да, в одно предложение. Это очень хорошее взаимодействие вашего Министерства финансов и Министерства образования. Такого нет нигде. И слава богу, что это есть у нас. Пусть остальные перенимают опыт. Спасибо вам огромное, желаю вам удачи. Дорогие друзья, у нас в гостях была Екатерина Борисовна Лавринова, консультант проекта, кандидат педагогических наук. И я надеюсь, что эта программа была очень интересна бабушкам, дедушкам и родителям. До новых встреч.